Как часто вы думаете о деньгах? В магазине, прежде чем что-либо купить, или утром во время завтрака, по дороге домой с работы, или после ужина в ресторане. Мы знаем многое о том, что нам вряд ли когда-либо пригодится в жизни. Мы напичканы формулами из физики, химии, высшей математики, но практически ничего не знаем о том, с чем сталкиваемся каждый день. А между тем, деньги – один из самых важных и значимых аспектов нашей жизни. В нашем материальном мире без них никуда. Но, к сожалению, этот предмет практически не изучен нам. Нам не преподают его ни в школе, ни в институте, и даже наши родители зачастую не передают нам секреты и навыки обращения с деньгами. Что мы знаем о деньгах? Ну, мы знакомы с историей их возникновения, с тем, как они выглядят, с тем, как их добывать и, конечно же, как тратить. В последние годы нас очень старательно учат сорить чужими деньгами. Разумеется, только для того, чтобы финансово засадить нас и наших детей в кредитную, а точнее, в долговую явку. Если взглянуть даже с малой долей честности на жизнь среднестатистического человека со стороны, то первое, что мы увидим, так это наша полная зависимость от денег. Мы думаем о том, как их заполучить, разговариваем о том, как потратить. По 8 часов в день мы заняты их поиском и добычей. И несмотря на то, что мы чаще всего их находим, мы не делаем главного. Не управляем ими, не приручаем и не приумножаем их. К сожалению, большинство из нас до сих пор не усвоили одно простое правило. Либо деньги работают на нас, либо мы работаем на них. Третьего не дано. На первый взгляд, денег в жизни среднестатистического человека в России немного. В 2002 году официальная зарплата россиянина в среднем составляла 5000 рублей. К 2004 поднялась до 7, а к 2006 до 10 тысяч. Наши доходы будут расти и дальше. Качество продуктов в наших холодильниках будет становиться лучше. Одежда и автомобили престижнее. Но если вам по-прежнему изо дня в день приходится работать ради денег, то в вашей жизни вряд ли что-то поменялось существенного. И вряд ли что-либо изменится в будущем. Причем вне зависимости от того, 10 тысяч рублей вы будете получать или 20. И все-таки давайте посчитаем, сколько же денег проводит через наши руки жизнь. Возьмите за основу доходы, полученные за прошлый год. А затем умножьте полученную сумму на 45. Ведь именно столько лет длится активный период в жизни среднестатистического человека. В некоторых случаях получатся миллионы. В других десятки, а иногда и сотни миллионов рублей. Удивительно, но вы, а также многие из ваших знакомых, при доходах 15, 20 или 50 тысяч рублей являются не только рублевыми, но и долларовыми миллионерами. Теоретически, весь средний класс нашей страны состоит из миллионеров, которые, тем не менее, являются бедными людьми, занимающими пару тысяч в последнюю неделю перед зарплатой. Получается, что вопрос не в том, что денег в нашей жизни нет, а в том, что мы не научились ими управлять. На что способны наши деньги? Прежде чем освоить элементарные основы управления деньгами, нам необходимо понять их силу и их закономерности. Начнем с того, о чем люди должны знать еще до поступления в школу. Давайте поиграем в числа. Например, представим, что вы откладываете по одному доллару в день в течение, скажем, 32 лет. Как вы думаете, какую сумму вы накопите за это время? Правильно. Сумму в 11 680 долларов, или примерно 307 тысяч рублей. Вряд ли кто-либо из нас способен на подобный продолжительный подвиг ради такой пусть и немалой, но и небольшой суммы. Но что, если мы будем деньги не просто откладывать, а инвестировать их, скажем, под 20% годовых? То есть, каждые 100 долларов смогут нам в течение года приносить еще 20. В сумме 120. Тогда картина сразу станет другой. Как вы думаете, какой будет накопленная с помощью инвестирования сумма через 32 года, если вы каждый месяц будете инвестировать по 30 долларов под 20% годовых? Может быть, вы не поверите, но уверяем вас, что даже при собственных расчетах вы получите сумму, превышающую 1 миллион долларов. А теперь сравните результаты. Почему мы говорим о том, что этот простой расчет должен знать каждый школьник? Потому что только от одной мысли о возможности рано или поздно стать состоятельным человеком-миллионером у него появится не только уверенность в себе, но и желание выработать правильное отношение к деньгам, пусть даже и таким малым, как 10-20 рублей. Ну а если вы не хотите ждать 30 лет, то обязательно узнайте о том, как можно создать свой капитал за более короткий срок, посетив нашу открытую конференцию «Капитал с нуля». И не думайте, что увеличение суммы — это единственный способ сокращения времени. Нам известны небольшие секреты, но об этом... правильно. На конференции «Капитал с нуля». Ну хорошо, а что делать с накопленным капиталом? Во-первых, можно потратить и встать в один ряд с 90% населения нашей планеты, которые используют эту нехитрую стратегию траты денег каждый день. Во-вторых, можно не трогать до отхода на небеса и войти в Книгу рекордов Гиннесса наряду со Скупым Рыцарем и Скруджем Макдаком. Но нам нравится третий способ, в рамках которого мы собираемся получать резидуальный, или, проще говоря, пассивный доход от своего капитала. Пусть наши деньги поработают на нас, ведь у них это так великолепно получается. 12-процентный доход от суммы 100 тысяч долларов равен 12 тысячам долларов в год, или тысячи долларов в месяц. Неплохо, особенно учитывая тот факт, что представитель среднего класса в нашей стране может накопить с помощью инвестирования такой капитал за срок 7-8 лет. 12-процентный доход от суммы 1 миллион долларов равен 120 тысячам долларов, или 10 тысячам долларов в месяц. Отлично, особенно если вы понимаете, что такую пенсию себе может обеспечить любой здравомыслящий человек. Так что же лучше? Потратить накопленную сумму по принципу «живем один раз», унести накопленную сумму на тот свет, или заставить деньги трудиться в поте лица, принося нам по 10-12% годовых. На наш взгляд, последнее является лучшим решением для тех, кому хочется раз и навсегда избавиться от материальных проблем. Почему раньше мы говорили о 20% годовых, а сейчас о 12%? Потому что... Хотя не будем об этом, ведь у вас есть возможность посетить конференцию «Капитал с нуля». Напрашивается вывод. Потенциал у наших денег есть. Наши деньги любят работать и размножаться. Необходимо лишь предоставить им эту возможность и задать верное направление. Людям свойственно создавать мифы. Историями о чем-то далеком и недоступном забиты головы большинства людей на планете. Чаще всего мифы представляют из себя набор догм и убеждений, оправдывающих наше бездействие. О некоторых подобных творениях мы и хотим с вами поговорить. Говорят, что инвестирование доступно избранным, а точнее богатым. Именно так ответили 85% людей на вопрос о том, кому доступно занятие инвестированием. 8% не смогли понять суть вопроса. И лишь 7% уверенно заявили, инвестирование доступно всем. И вправду, еще 200 лет тому назад инвестированиями в России могли заниматься лишь избранным, а 20 лет назад только государство. Но уже более 15 лет эта возможность предоставлена в России абсолютно всем. Мы можем инвестировать в недвижимость, в предметы искусства, в драгоценные металлы, в облигации, акции, инвестиционные фонды. В свое дело, наконец. Конечно же, для некоторых видов инвестиций необходим соответствующий размер капитала. Но в абсолютном большинстве своем размер ключевого значения не имеет. Например, к концу 2006 года насчитывалось уже более 150 инвестиционных фондов, готовых работать с инвесторами, чей капитал не превышает и 5000 рублей. К сведению, через такие фонды с момента их появления в 1997 году к 2006-му стали инвестировать более 250 тысяч человек в Россию. Кстати, акции – это фактически кусочки предприятий. Покупая их, вы становитесь совладельцами предприятий. Владеть «Газпромом», «Роснефтью», «Дженерал Моторсом», «Сбербанком», «Майкрософтом» и еще парой-тройкой тысяч компаний не только приятно, но и при умелом обращении выгодно. А приобретая облигации, вы фактически кредитуете предприятие. Иметь в должниках IBM, Blue Coil, British Petroleum, Rostelecom и еще пару-тройку тысяч гигантов не только выгодно, но и очень приятно. Так что избранными в случае с инвестированием являются все. Следующий миф гласит о том, что для того, чтобы инвестировать, необходимо иметь специальное образование. Конечно же да! В случае с инвестированием в акции, облигации, недвижимость, золото, бизнес, предметы искусства без огромного числа знаний не обойтись. Но зачем нам, простым смертным, владеть этими знаниями, если ими обладают те, кто способен за нас управлять нашими деньгами? Потенциально каждый из нас может выпечь хлеб, построить дом без гвоздей, создать автомобиль и научиться играть на волынке. Но мы же не пытаемся делать все это сами. Мы пользуемся услугами профессионалов для выполнения специализированных работ. И хотя большинство людей, инвестирующих через инвестиционные фонды, имеют высшее и среднее образование, практически ни у кого нет специального, позволяющего заниматься профессиональным управлением собственного капитала. Это и не обязательно. Но для этого всего лишь нужно правильно выбрать специалиста. Следующий миф утверждает, что для инвестирования необходимо иметь огромное количество времени. Но ведь, как и в предыдущем случае, каждый из нас может использовать время других людей. Когда мы платим за готовую пиццу, заправляем свой автомобиль, едем в поезде, мы покупаем навыки, профессионализм и время других людей. Так что и время мы можем приобрести и в своих управляющих. Конечно же, инвесторы должны найти время для того, чтобы выбрать управляющих своими активами. Затем выделять время для того, чтобы следить за их работой. Хотя... И это тоже очередной миф. Ведь выбор и контроль могут взять на себя другие. Для этого во всем мире и существуют финансовые эксперты. Мифы, сомнения и оправдания придуманы теми, кто боится что-либо изменить в своей жизни. А время, деньги и знания – ресурсы, которые на самом деле имеются у нас в достаточном количестве, особенно для того, чтобы создать себе и своим потомкам неплохой капитал. С чего начинается создание капитала? С выбора инвестиционного фонда? С поиска управляющего? С покупки паёв фонда? Нет, обычно с этого начинается потеря денег. Создание капитала начинается с составления персонального инвестиционного плана. Но не бойтесь этих сложных слов. Первое, что нам нужно сделать – просто посчитать свои деньги. А если точнее, то свои доходы, расходы и накопления. Сделав несложные расчёты, вы попадёте в одну из пяти категорий. Первая категория – это зомби. Люди, у которых расходы превышают доходы, имеются потребительские кредиты, долги, займы и отсутствуют какие-либо инвестиции и накопления. Такие люди – зомби, потому что сами себе не принадлежат. Вторая категория – камикадзе. Люди, у которых расходы совпадают с доходами, имеются небольшие кредиты и отсутствуют накопления. Они – камикадзе, потому что по жизни им приходится идти по острию бритвы. Один неверный шаг и… Правильно, добро пожаловать в ряды зомби. Третья категория – маньяки. Маньяки – люди, у которых расходы не превышают доходов, нет задолженностей, но и нет накоплений. Они маньяки, потому что любые сэкономленные деньги сразу идут в расход. Доходы с каждым годом растут, а накопления и инвестиций нет. Таким людям не терпится потратить все до последней копейки. Если у них и есть план, то это план покупок, не более того. Одним словом – маньяки. Четвертая категория – черепахи. Люди, чьи доходы всегда превышают расходы. У них нет кредитов, и, как вы можете догадаться, имеются накопления. Почему черепахи? Потому что дальше своего матраса или депозита в банке накопления этих людей не идут. Деньги должны работать, говорят черепахи, и начинают их закапывать в землю. Но вот что мы заметили. Любая черепаха ползет к своей финансовой стабильности быстрее, чем зомби, камикадзе и даже неугомонные маньяки. Но есть и еще одна категория – мудрецы. Люди, контролирующие свои финансы, позволяющие своим накоплениям развиваться и расти. Их деньги приводят за собой новые деньги, потому что они нашли к ним хороший подход. Кто вы? Зомби, камикадзе, маньяк, черепаха или же мудрец? Не так уж важно. Важно, кем вы решите стать после того, как сможете узнать о своих возможностях больше. Никогда не поздно начать что-либо в нашей жизни сначала. Тем более, если речь идет о таком важном и аспекте, как деньги. Дорога в мудрецы начинается с выработки правильного отношения к своим расходам. Не стоит превращаться в скрягу, экономящего на качестве продуктов питания или здоровья. Просто заведите полезные привычки, которые помогут вам сократить свои расходы, не ущемляя привычного образа жизни. Начните с простых вещей. Первое. Составляйте план покупок перед любым походом в магазин. Второе. Покупайте оптом, а не в розницу. Третье. Готовьте сани летом. Покупайте зимнюю одежду весной, а летнюю осенью. Четвертое. Делая серьезные покупки, обращайтесь за советом к специалисту. Подбирайте товары по соотношению цена-качество. И пятое. Записывайте любые траты. Контролируйте каждый рубль. Обратите внимание на такие моменты, как расходы на транспорт, связь, посиделки в пабах, барах и ресторанах. Продолжать можно до бесконечности, но главное не увлечься. Во всем должен быть разумный и здравый подход. Жить надо сегодня, но при этом не забывать, что наступит и завтрашний день. Выше перечисленных привычек более чем достаточно, чтобы, ограничив их, выделить из своих доходов 10-20% на создание капитала. Высвободив достаточные ресурсы для создания капитала, мы должны выбрать направление, в котором нам предстоит двигаться. Чаще всего направления нам указывают наши цели. И несмотря на то, что наши цели уникальны, они схожи с целями других людей. Первая безопасность. Если посмотреть в будущее, то все мы увидим одно – пенсионный возраст. В молодости нам кажется, что до пенсии далеко, что мы еще успеем разбогатеть и подумать о завтрашнем дне. Но пообщайтесь с людьми пенсионного возраста. В большинстве своем они вам расскажут о том, что работодатели предпочитают молодых, что силы уже не те, а желание хорошо жить осталось прежним. Жители Запада создают свой пенсионный капитал всю жизнь, с первого рабочего дня, чтобы затем быть защищенными и обеспеченными в самый непростой период жизни. Не правда ли? Хороший пример мудрых людей. Второе – свобода. Думаем, что глупо ждать, если можно получать пассивный доход гораздо раньше пенсии. Происходит это так. Наш капитал работает в то время, когда мы можем заниматься любимыми делами. Какими? Ну, что кажется вам важным в жизни. Это могут быть семья, друзья, здоровье, духовные ценности. Денежный капитал можно сравнить с денежной машиной, которая должна работать, не покладая рук. Создать такую машину можно за разное количество лет. Главное, чтобы наши цели продолжали вдохновлять нас на протяжении всего этого времени. Третье – образование. Если с момента рождения ребенка его родители стали бы откладывать по 100 долларов в месяц, то к 18-летию ему можно было бы подарить 22 тысячи долларов. Но если бы родители все это время не только откладывали, но и инвестировали накопление под 15% годовых, то получили бы капитал 100 тысяч долларов, то есть в 5 раз больше. На эти деньги можно дать отличное образование своему ребенку, в том числе и в престижных университетах за рубежом. И все-таки цели стоит подбирать индивидуально. Подумайте об этом и никогда не запрещайте себе мечтать. Говорят, что это очень полезная для преуспевания штука. Сформируйте инвестиционный портфель. К своим целям можно прыгать на одной ноге, просто откладывать деньги под подушку, на двух – открыв банковский депозит, на трех – прикупив к имеющимся активам пару-тройку акций. Но эффективнее всего, по нашему мнению, прыгать на всех четырех, имея широкий, не только доходный, но и надежный инвестиционный портфель. Портфель – это набор инвестиционных инструментов, помогающих получить необходимые результаты. Поскольку цели и возможности у каждого из нас разные, то не одинаковы и транспортные средства, доставляющие нас к ним, то есть инвестиционные портфели. Проще говоря, инвестиционный портфель – вещь индивидуальная, так же, как одежда или автомобиль. Последовательность правильного создания инвестиционного портфеля можно сравнить с приготовлением пищи. Сначала мы определяем, чего хотим, потом подбираем под выбранные блюда ингредиенты. Большинство же начинающих инвесторов делают все наоборот. Они сначала набирают ингредиенты, то бишь инвестиционные инструменты, а потом задумываются, для чего это все сгодится. С чего начать, спросите вы нас. С ответов на вопросы, которые помогут нам разобраться, на чем вам лучше всего двигаться к поставленной цели – на малой ретражке, вездеходе или спорткаре. А где можно ответить на наши вопросы и получить структуру своего портфеля за 30 минут? Для этого вам необходимо… Хотя, постойте, постойте, об этом рано. Сначала досмотрите фильм, а потом… Все это можно узнать на упомянутой конференции «Капитал с нуля». Так как к цели нам двигаться не один день, то и инструменты в инвестиционный портфель стоит подбирать не только доходные, а удобные, простые для понимания и, самое главное, надежные. Самым массовым, удобным и простым в использовании инструментом во всем мире являются инвестиционные фонды. Почему? Потому что инвестиционные фонды не требуют от нас времени, большого количества денег, опыта и специального образования. Первым преимуществом инвестирования через инвестиционные фонды является безопасность, а точнее контроль со стороны государства за работой управляющих компаний, которые в свою очередь и управляют паевыми инвестиционными фондами. Государство не гарантирует прибыль, зато лицензирует, проверяет, производит нормативные акты и заставляет хранить активы фондов в специализированных депозитариях, независимых от управляющих компаний. Вторым преимуществом является то, что паи, то есть части инвестиционных фондов, ликвидны. Инвесторы могут обменивать и продавать паи каждый рабочий день, конечно, если мы говорим об открытых инвестиционных фондах. Сравните ликвидность паев фондов с недвижимостью, золотом или предметами искусства. Третьим козырем инвестиционных фондов являются налоговые льготы. С прибыли фондов не удерживаются налоги, так как фонды не являются юридическими лицами. Единственный налог, который нам необходимо заплатить, это налог на нашу прибыль. А для нас, физических лиц, он составляет всего 13%. Четвертое преимущество. Как мы уже отмечали, нам, инвесторам, не нужны специальные знания. Мы готовы их покупать у других людей. Пятое преимущество. Огромная экономия своего времени. Если мы не можем чего-то делать, то необходимо поручить это действие другим людям. Если у нас не хватает времени, то мы можем взять это время у других людей. Шестое преимущество. Доступность. Инвесторы и фондов могут стать граждане, достигшие 18 лет, имеющие желание паспорт, простой банковский счет и всего несколько тысяч рублей. Седьмое преимущество. Простота. Причем не только в оформлении заявок и переводе средств, покупке паёв и их продаже, но и в выработке эффективного портфеля и инвестиционной стратегии. Хотя найти это можно не везде. Да и зачем искать? У нас это уже давно есть. Восьмое преимущество. Небольшие издержки. Они невелики благодаря тому, что средства разных инвесторов складываются в одни фонды. Размеры многих фондов уже давно превышают миллиарды рублей. Процент другой для пайщиков в течение года не заметен, зато существенен для управляющих. Девятое преимущество. Диверсификация. Да, такое вот слово. Но уж очень хорошо она влияет на наши инвестиции. Проще говоря, диверсификация – это безопасность, которая достигается благодаря тому, что наши яйца, пардон, активы, размещены не в одной корзине, а точнее на наши деньги приобретается широкий спектр инвестиционных инструментов. Ну и, наконец, десятое. История развития отрасли коллективных инвестиций. Во всем мире она насчитывает сотни лет. Ну, то на Западе, а то у нас, скажете вы. Да, пока у нас всего 12 лет. Но ведь никто не помешает вам приобретать паи и иностранных фондов, инвестирующих деньги в американские Макдональдсы, Адидасы и Майкрософты. Итак, инструменты в нашем портфеле должны быть удобными, простыми, доходными и, самое главное, надежными. Давайте посмотрим на то, что бы произошло с проинвестированными кровными деньгами, если бы мы их разместили в разных инструментах три года назад. Десять тысяч рублей, вроде бы, десятью тысячами и должны были остаться. А нет, в дело, как всегда, вмешалась инфляция. За три года, с 2004 по 2006, средний размер официально зарегистрированной инфляции составил 13% годовых. То есть за три года ценность десяти тысяч, лежащих в матрасе, сократилась на 3400 рублей, оставив нам всего 6600 рублей. Страшная картина, товарищи инвесторы. Десять тысяч рублей, переведенные в доллары, точно так же бы потеряли более трети от своей стоимости. Но кроме инфляции, доллар по отношению к рублю упал и в своей цене аж на 15%. А значит, и наша сумма под действием инфляции и падения курса доллара сократилась практически наполовину. Банковский депозит уберег бы наши сбережения от инфляции и оставил бы наши десять тысяч десятью тысячами. А жаль, банковская реклама так хороша. Фонды облигаций помогли бы нам отбить всю ту же старуху инфляцию. Не более того. Плюс в другом. Паи фондов облигаций, в отличие от банковских депозитов, можно продать в любой рабочий день, не ожидая штрафных санкций, которые так часто выдвигают банки. В фондах смешанных инвестиций управляющие покупают для нас как акции, так и облигации, отсюда и их название. И если бы вам удалось выбрать хотя бы средненький фонд, то за три года вы получили бы на каждые проинвестированные десять тысяч рублей по сто пятьдесят процентов дохода. Из полученных двадцати пяти тысяч нужно вычесть налог на прибыль, примерно в две тысячи рублей, и получить двадцать три тысячи, или сто тридцать процентов дохода. Но не прыгайте высоко. Во-первых, можно на радостях голову разбить. Во-вторых, все уже в прошлом. Эту прибыль получили другие инвесторы, те, что не побоялись, а действовали. В-третьих, доходность в инвестиционных фондах не гарантирована. Стоимость может как расти, так и опускаться. Хотя мы знаем, как взращивать свой капитал в любых ситуациях, вне зависимости от того, падает на фондовом рынке что-то или растет. И все-таки вернемся к нашим фондам. Рассмотрим фонды акций. Стоит отметить, что акции один из самых непредсказуемых инструментов. Один из самых рискованных, а значит из самых доходных. В среднем доход у фондов акций за три года был в районе двухсот процентов. Что, скажем прямо, отлично. Но и как в случае с фондами смешных инвестиций и облигаций, не является гарантией подобных доходностей в будущем. Как и ранее, нам бы пришлось выплатить около двух тысяч шестьсот рублей налогов. И получить на руки двадцать семь тысяч четыреста рублей, или сто семьдесят четыре процента чистого дохода. Все это хорошо. Но действовать сейчас стоит не только потому, что деньги должны работать, а не таять под матрасом или на счетах в банке. Они должны работать потому, что с каждым днем мы теряем самый главный ресурс в создании капитала – время. Время, которое может вас либо отдалять, либо приближать к финансовой свободе. Мысль первая. Мы думаем о деньгах по несколько часов в день. Но никогда специально не изучаем то, как ими управлять, как их использовать и приумножать. Наша позиция – деньги, заработанные один раз, должны работать на нас всю жизнь. Она отличается от позиции большинства людей, но именно поэтому большинство людей никогда не смогут обрести свободу от денег. Мысль вторая. Через наши руки в течение жизни проходят миллионы. Не задумываясь об этом, мы пропускаем их, как песок сквозь пальцы. Наша позиция. При умелом обращении каждый из нас может стать обеспеченным человеком. Позиция большинства – мне никогда не суждено стать богатым, так зачем же об этом думать, говорить или мечтать? Мысль третья. Многие не догадываются о силе денег. Многим неизвестны элементарные секреты создания капитала. Их немного, они просты, освоить их может каждый. Наша позиция – знания о том, как приумножать деньги, должны передаваться нам с детства, дабы обеспечивать нас и защищать до самой старости. Позиция большинства нам напоминает повадки страуса – меньше знаю, крепче сплю. Мысль четвертая. Миф о том, что инвестированием могут заниматься только опытные, специально образованные и богатые люди, мешает преуспевать в жизни. Наша позиция – инвестирование доступно для всех и каждого. Позиция большинства вполне возможна, но только не для меня. Мысль пятая. Тратьте с умом. Для создания капитала не обязательно менять привычный образ жизни. Нет необходимости экономить на своем здоровье и комфорте. Необходимо оптимизировать свои расходы и тратить с умом. Наша позиция – мера должна быть во всем. Позиция большинства – последнюю тысячу и ту с шихом. Мысль шестая. Создание капитала начинается с осознания того, как мы распоряжались деньгами ранее. С определения целей с элементарного плана. Позиции инвесторов, теряющих деньги – давайте вяжемся в бой, а там поглядим. Наша позиция. Прежде чем инвестировать, необходимо создать инвестиционный план, портфель и план ближайших инвестиций. Мысль седьмая. Для создания капитала необходимо отбирать в портфель только безопасные, надежные, комфортные, простые для понимания и эффективные инструменты. Позиция большинства – гнаться исключительно за доходностью. В одном глазу доллар, в другом – безумство от предвкушения. После потери денег обвинять в этом кого угодно, но не себя. Наша позиция – использовать знания, опыт и время лучших профессионалов мира. Инвестировать широко, в разные инструменты, по всему миру, ставя на первое место безопасность своих вложений. Мысль восьмая. Действовать необходимо прямо сейчас. Каждый день отдаляет нас от финансовой свободы и независимости. Каждый день сокращает размер будущего капитала. Позиция большинства – и я обязательно начну накапливать капитал с понедельника. Правда, с какого еще не решу. Наша позиция. Мы можем много знать и остаться образованными, а можем действовать, будучи мудрыми, чтобы стать свободными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...